Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Где взять качественный силикатный кирпич? Конечно же, на Кировском кирпичном заводе. Превосходное качество, быстрая погрузка и доставка. Кировский кирпичный завод. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. «Особое мнение» на 101FM. Добрый день. На часах 13.07 у микрофона Владимир Сметанин. И вместе со мной в нашей студии Юрий Шлеминзон, главный редактор и генеральный директор телеканала «Рэн Киров». И, внимание, депутат Кировской городской думы. Юрий Львович, добрый день. Добрый день. Впервые сегодня вы в этом статусе народного избранника, депутата городского парламента. Впервые. Стоит вспомнить, что у вас есть опыт законодательной деятельности в областном парламенте в ОЗС. С 2006 по 2011 годы. Членство в общественной палате. Трех созывов. Трех созывов, да. Ну и вот теперь Кировская городская дума. Дело новое, неизведанное, да? Ну, относительно да, конечно. Давайте сейчас сразу вас спрошу. Давайте я сначала скажу свою фразу. А, хорошо. О том, что все сказанное мной в эфире является моим оценочным мнением, потому что сейчас Роскомнадзор и другие организации очень много уделяют внимания работе СМИ. Вы на своем опыте, да? Да. Я так понимаю, знали. Большом и долгом. Вот. Поэтому приходится произносить и эту фразу. Наши слушатели могут задавать вам вопросы с помощью специальной формы на сайте kirova.ru. Есть парочка вопросов. Давайте сразу с них начну. Собственно, с этого я и хотел. Как-то вот в этом направлении мыслил. Пройтись по вашей работе новой в Кировской гордуме. О планах поговорить. Зачем вам это, Юрий Львович, интересуется? Тетя Фрося, подписавшаяся как тетя Фрося. Я такой вопрос уже давно слышал и неоднократно. Я считаю, что еще имею возможности физические и умственные для того, чтобы сделать хорошие и нужные вещи для жителей города Кирова. Поэтому я, пройдя праймерис, принял для себя решение потрудиться общественникам в Кировской городской доме. Я собрал только листов наказов больше, чем 3,5 тысячи. 3,5 тысячи. Каждый лист... Это из данных. А было роздано порядка 8 тысяч. Один лист, один наказ? Нет. В каждом листе от одного до четырех наказов. То есть умножаем в среднем на 2, на 3. То есть под 10 тысяч где-то получается. Да. Поэтому я их сгруппировал. Провели большую работу. Мне помогала моя команда. Мы их сгруппировали по проблематике, по расположению проблем. Они тоже очень отличаются. География, да? Да, потому что у меня... Мой округ, он такой очень большой. Наверное, самый большой по протяженности в городе Кирове. Напомните. Это от Сидоровки до Гнусина, вся заречная часть, где проживают совершенно разные слои населения. И проблемы по точкам размещения тоже очень разнятся. Но большинство проблем, это, конечно, касающихся вопросов ЖКХ. А что конкретно в ЖКХ? Ну, это и обслуживание, которое вызывает очень много... Недостаточное, на взгляд, жителей. Недостаточное, реально, отсутствующее. Отсутствующее. Многие вещи и многие хищения. При том, что собираемость, даже в самая плохая собираемость, там, в район Вересняков, река МДК, больше 60%, 65%. При этом вообще практически ничего не делается. Это освещенность улиц, вот что для меня вообще было очень... Неожиданностью. Неожиданностью, да. Я понимал, что этому району Заречной части в последнее время только стали хоть какое-то внимание уделять. А до этого этот район был очень округ, в большом загоне, будем говорить, у властей города Кирова. Вот у меня есть необходимость, чтобы освещение появилось на девяти улицах. Потому что там проживает достаточно молодое еще и население, есть школьники. А проблема школ и сменности, мы сами знаем, на каком уровне в городе Кирове находятся. То есть большое количество ребят учатся тогда, когда уже темно будет. Я уже не говорю о том, что не отремонтированных тротуаров или их полное отсутствие при неосвещенности, понятно, как влияет и на безопасность. Есть еще проблема и так в безопасности. Из восьми ставок участковых на таком огромном... Уполномоченных полиции? Участковых полномоченных полиции. Всего заняты пока две должности. Шесть свободных. Поэтому найти своего участкового или обратиться к нему, это уже огромная проблема. Но тем более ему выполнить просьбы и замечания жителей еще сложнее. Их всего два человека. Так, депутат Шлемензон будет заниматься освещением. Найти нужно шесть человек, согласных стать участковыми. Нет, это не моя проблема. Я просто буду ставить об этом вопрос. Ну, вопросов очень много. Перед руководством МВД? Да. Вопросов очень много. Это касается пешеходных переходов. Их тоже недостаточно. В связи с тем, что отремонтировали улицы, стал вопрос о дорожных знаках и лежачих полицейских в районах школ, детских садов, детских площадок. Очень плохая инфраструктура спортивных сооружений в моем округе. Если там есть хотя бы всего лишь две хоккейные площадки, которые требуют срочного ремонта и поддержки на их восстановление. С советских времен еще, да, они там остались? Ну, они не с советских времен. Одна из советских времен, другая чуть попозже, но состояние их желает много... Во-первых, большая проблема еще общественного транспорта. В связи с тем, что сейчас приходится ездить в школы в другие районы, в детские садики. Я уже не говорю о том, что желательно, чтобы дети посещали различные секции, кружки, музыкальные школы. А недостаток в работе общественного транспорта этому очень сильно препятствует. Потому что после 18 часов, там, 19, практически уехать в район, там, Коминтерна, ДСК или КМДК, или оттуда на какие-либо мероприятия... Выбраться в центр? Да, это огромнейшая проблема. Есть проблема у инвалидов. В связи с тем, что транспорт, который обеспечен даже площадками, он не работает. Такая проблема существует. Проблем достаточно много. Ну, тысячи, тысячи высказали, да. Собственно, наказов этих листов. Очень много. Я не говорю уже о тарифах, которые существуют на оплату коммунальных услуг. Они в районе, там, Вересняково, КМДК значительно превышают тарифы в центральной части города. Ну, в связи с тем, что там ТБО еще надо вывозить. И даже дома, которые отказываются, полностью от этой услуги. Тоже платят большие средства из той неогромной, понятно, заработной платы, которую они получают. То есть процент относительно зарплаты достаточно высокий. Я понимаю, что можно еще долго говорить, перечислять. Юрий Иванович, что с этой глыбой, что с этим айсбергом проблем делать? Вы как-то поэтапно будете, потихонечку план будете намечать? За все разом возьметесь? За все разом вбросать невозможно. В первую очередь я буду оказывать помощь тем домам, районам, которые будут проявлять инициативу, чтобы в рамках городских программ, федеральных программ, областных, это комфортным жилеем, я имею в виду, или безопасное дорожное движение. Формирование комфортной городской среды. Среды. Безопасные качественные дороги. Буду в первую очередь помогать активным гражданам. Они такие там есть. Я провел достаточно большое количество встреч. Единственный из депутатов в своем округе, который проводил встречи прямо на улице, их перевалило далеко за сотню это количество встреч у меня. Поэтому я вживую, как говорится, видел дворы, видел квартиры. Много чего удалось посмотреть. И понимаем. И много чего из этого не радует. Да. Теста визуально. Видно, что эта часть города в загоне. Что городские власти не уделяли этой части города должного внимания. Даже вот если возьмем выборы, доступность к избирательным участкам у граждан была минимальная. Вот если мы вернемся к той цифре, что посещаемость... Объясняю. Как это так? Минимальная доступность к избирательным участкам. Ну как вы считаете, если человеку надо до избирательного участка добираться там от трех до пяти километров в выходной день, он за собственные средства подолает ехать? Ну для сельской местности это нормально. Да, но это же городская местность. Город, да. Областный. Хорошо в этом году впервые, как говорят жители, хотя бы сообщили, куда приходить. То есть они получили впервые, те, которые пришли на участки, радостно мне показывали. Вот видите, Юрий Иванович, бумажка наконец... То есть им в почтовом ящике пришло, да? Да, в почтовом ящике нашло, да, было открытка, приглашение. Где, куда прийти. Потому что мы говорили раньше, не знали, куда надо было идти. Ну вот этот фактор удаленности участков, я думаю, сыграл, вот я не буду говорить за весь город, вот про 14 округ, значительно снизил явку, вот такой фактор. Хотя там явка относительно других участков была не худшая, ну, в сравнении имеется в виду. Напомню, что по городу у нас 23 процента, явка составила... Да, там больше 30 было. Да, но мы часто говорим о том, что вот основной фактор, почему люди не ходят на выборы, потому что, ну, пассивное население не верит, что что-то изменится. И мы совершенно выпустили из внимания такой фактор, как реально физически трудно добраться до участка. Люди, которые возрастные, это были не одни пенсионеры, далеко, которые говорят, вот они голосующие, среднего возраста, которым еще чего-то хочется. Людей было достаточно немало, ну, из тех, которых были, было их немало. Наверное, будем сказать, что это были наиболее активные избиратели. Ну, можно еще вот один вопрос задать, мы уйдем на перерыв, да, уйдем на перерыв по поводу депутатской деятельности. Вы будете стараться все-таки как-то отличаться от других народных избранников? Ну, не знаю, что, более запомниться, что ли, людям? Ну, я думаю, что... Какая-то своя методика будет у вас работы. Ну, чтобы вот... Шлемензон, он же один такой. Ну, да, и с лозунгами закон Шлемензона выходили всего лишь один раз в городе Кирове. Идрить закон Шлемензона, как бы, что... Посчитали, что он нужный. Ну, и все-таки будет у вас своя специфика какая-то работы, или вы... Да нет, я не думаю, что она должна быть особой спецификой. Просто я в тех комитетах, которые я себя записал, я знаю, чем заниматься. В первую очередь, я займусь регламентом. Считаю, это очень важным моментом. Комиссия по местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике в Кировской городу. Особенно статьей... Начну со статьи 19-й. Вот у меня теперь настольная книга. Это устав города? Нет, это регламент. До устава мы еще дойдем. А вот по регламенту, особенно вот пункт, с чего я начну, это первый будет, я внесу законопоправку, это пятый пункт информации о деятельности Думы, городской Думы. У нас ни один житель города не знает, как депутат проголосовал по тому или иному вопросу. Вообще большие вопросы по сайту самой городской Думы. Так, подождите, когда собираетесь выступать с этой инициативой? Вот после первого заседания уже начну. Может, и до первого успею нести заседание. То есть в октябре у нас ожидается уже полноценное заседание. Ну, я думаю, что... Первое установочное прошло. Может, по этому вопросу... У меня там много вопросов, есть поправок. Мы, наверное, скорее всего, уже разговаривали с депутатами, с коллегами о том, что мы создадим рабочую группу, которая будет вносить поправки в регламент Кировской городской думы. Ну, смотрите, что это за регламент, который там 40 статей всего состоит, когда регламент областной думы состоит там более 100 статей. И там достаточно хорошо все прописано. Я в свое время занимался этим вопросом. То есть понимание, как он должен выглядеть, у меня есть. Я думаю, что ему коллеги подключатся еще, и мы этим вопросом займемся. Давайте перерыв все-таки, да? Сделаем небольшую паузу и скоро продолжим. Продолжается особое мнение Юрия Шлемензона, депутата Кировской гордумы, главного редактора и генерального директора телеканала РЕН-Киров. Вот только что Юрий Львович обозначил уже свою первую законодательную инициативу, которую он в ближайшее время должен... Собирается, вернее, внести на рассмотрение городского парламента. Это изменение в статью, в которой стоит целью, чтобы люди знали... Освещение деятельности Думы. Да, люди знали, кто из депутатов голосовал за то или иное предложение. Ну, это один из пунктов. Там много есть вопросов по освещению деятельности Думы, потому что не знают о том, какие законопроекты будут вноситься. Нет обсуждения публичного этих законопроектов. Это не на сайте. У меня такое впечатление, что бывшая администрация города, руководство Думы с этими сайтами сама не пользовалась. Потому что сейчас, если речь идет о том, что сайты эти должны быть доработаны и переделаны, то компания, которая получила этот заказ, уже пять месяцев его выполняет, вот результаты его не видно, и связаться с ними никак невозможно. Ну, известно, что сайты городской администрации, городской Думы, они на одной платформе. Они очень похожи между собой. Ну, очень важный вопрос, который вот нам просмотреть в ближайшее время, я уже обсуждал его со всеми руководителями фракций, это распределение депутатских денег, которые в бюджет забиты. На депутатские наказы, на исполнение наказов. Да, на исполнение депутатских наказов. В этом году, по-моему, 700 тысяч было на депутатов. Ну, было, да. В чем вопрос? О том, что вот есть депутаты одномодатики, это все понятно, да? Так вот, остальную часть, которые прошли по партийным спискам, распределить равноверно, чтобы каждый избирательный округ получил одну и ту же сумму денег. Потому что, может, она могла возникнуть такая ситуация, что на одном округе три депутата несут свои средства для выполнения наказов. То есть в три раза больше получится сумма. Совершенно верно, да. Поэтому я считаю, что это неправильно. Все граждане у нас равны в городе и должны получать, соответственно, из этой части бюджета средства для выполнения наказов равномерно. Просто я, Юрий Львович, слышал о том, что неизвестно, будут ли деньги-то вообще на наказы. Да, если будут, да. Хотя уже прорабатывается. Вот у нас было заседание рабочей группы в предадминистрации Пермейского района. Мы уже наметки сделали. У нас пришли три депутата одномандатника, глава администрации, территориальное управление, извиняюсь. Сейчас сотрудники, мы уже рассматривали этот вопрос. Я там словосочетание устава города упомянул. Вы что-то там сказали, что дойдете и до него. Тоже есть планы? Можно, можем озвучить? Нет, пока я по уставу... Нет, ну там есть поправки, есть регламенты, которые должны отражаться и в уставе. Тут много разных вопросов, которые пересекаются. По уставу нет пока у меня. Так, а вот в списке... Может придет время, мы ее будем выбирать. Для этого она будет, я имею в виду, прямым голосованием. Всеми жителями города. Это же поправки в устав города. Да, безусловно. Сейчас в списке тех проблем, которые вам на исполнении, на решении, которых настояли ваши избиратели, мы не упомянули обманутых дольщиков, а у нас есть вопрос на сайте. Кирова.ру. Напомню, Юрий Львович... Да, у меня на очереди... Подождите, дайте озвучу. Юрий Львович, просим оказать поддержку в решении вопроса по строительству нашего микрорайона дольщики Новая Сергеева. Как известно, они вскоре будут очередной пикет проводить. Да, я посещал уже в статусе депутата. Я встречался с ними в качестве кандидата в депутаты. Это ваша, получается, территория? Да, это мой округ. Мой, ваш округ, да. 14 округ. Я встречался с ними на митинге, который проходил на набережной Грина. Ситуацию представляю. Не знаю, смогу ли я на своем уровне решать какие-то определенные вопросы. Но то, что я окажу моральную, информационную и другую поддержку, то это точно. Ну, в том числе и с помощью телеканала. Я говорю, что информационную поддержку. Руководимого вами. Ну и других коллег своих. Ну, вопрос тут, безусловно, непростой. Очень непростой. Очень сложный вопрос, хотя есть вопросы и к самим дольщикам. Ну, они так называемые дольщики, там немножко другая ситуация, да. Вот дольщики нового Сергеева, пожалуй, одни из таких самых активных пробивных. Да, они борются за свои права. Активных таких пробивных. Вот они... Проблема серьезная. Если сейчас у нас есть зарегистрированных... Я могу немножко ошибиться. Ну, где-то порядка 230 человек дольщиков. То есть еще большая группа людей, у которых перенесли сроки сдачи объектов. И они пока считаются не в той категории, у которых не выполнены работы. Если эти сроки будут нарушены, то эта цифра по подсчетам подходит порядка 900 с лишним человек. Это уже огромный. Я от кого-то слышал вообще цифру в 3000, возможно, в ближайшее время выскочить. До тысячи человек. До тысячи. Ну, кстати, Юрий Львович, у дольщиков нового Сергеева, на ваш взгляд, оправданы вот этот посыл к руководителю региона? Что вы должны нам помочь, как главное должностное лицо субъекта федерации. Главное должностное лицо... Мы не видим от вас поддержки, помощи, там чего-то. Помогите. Вот такое прямое, сильное обращение к губернатору. Это оправданно с их стороны? Ну, должностное лицо, конечно, отвечает за все, что делается в регионе. Ну, вот о том, что лично губернатор виноват в их бедах, я, конечно... Не-не, они так вопрос не ставят. Они просто призывают обратить на них внимание. Ну, я думаю, что Игорь Владимирович знает об этой проблеме, и я думаю, что он дал поручения, задания, которые будут отслеживать и регулировать эту проблему. Я думаю, что он не забывает о ней. Достаточно большой, больной вопрос. Ну, хочется каких-то подвижек уже реальных в положительную сторону в ближайшее время. Ну, там прокуратура заделась этим вопросом более серьезно. На ваш взгляд, ваш прогноз все-таки велик, шанс того, что свет в конце туннеля, в том числе и по-новому Сергееву, появится. Надо всегда верить лучше. Хорошо. Две минуты до перерыва. Давайте еще все-таки по Кировской гордуме пройдемся, потом уже к другим темам. Хочется, чтобы вы прокомментировали те высказывания, которые новая глава города Елена Ковалева уже озвучила на разных информационных площадках, в том числе в нашей студии. Ну, Елена Васильевна сказала, например, что она собирается добиваться того, чтобы гордума работала как одна большая сплоченная команда, без каких-то там партийных заморочек. Ну, это вполне может быть, да. Вполне, потому что руководители фракции партийных очень достаточно вменяемые люди. И найти компромисс в любом вопросе всегда возможно. Несмотря кто будет переговорщиком, конечно, в всех этих делах. Ну, это вполне реально. Ведь все же люди нацелены выполнять не партийные свои задачи, а работать для жителей города. У всех 36 депутатов свой список наказов. Ну, да. Безусловно, существует. Конечно, существует. Все ли откликнутся на них, это, конечно, вопрос. Но будем надеяться, что да. Еще одно из заявлений главы города, она сказала о том, что нужно провести ревизию некую, анализ деятельности муниципальных унитарных предприятий. Да, я с ней согласен. Как это так? Почему они не приносят доход в городскую казну Ковалева? Этого не понимают. Согласны с тем, что надо перешерстить? Да, согласен. Я думаю, что это в ближайшее время сделано. Ну, если ты не проанализировал работу, то как работать дальше? Вы ведь по ЭТП очень серьезно, глубоко. Да? Насколько я помню. В теме? Да, в теме. Ну, я в теме. Погружались. Да, знаю эту тему. Рухнет наш. Наверное, конечно, мы сейчас в ближайшее время. Рухнет, не рухнет наш в ближайшее время? Пока. Так вот, категорично. Нельзя пока судить, да? И еще Ковалева упомянула, что неплохо бы создать некий орган совещательный с привлечениями специалистов, экспертов из разных сфер деятельности для того, чтобы совместно обсуждать и вырабатывать, собственно, пути решения городских самых острых проблем. Всегда хорошо, когда есть экспертные советы, хватит ли туда лиц, которые смогут этим заниматься. Это же все же общественная работа. Но это очень хороший посыл, считаю правильным, до принятия решения какого-либо уровня провести обсуждение и предварительную работу. Потому что в результате обсуждения могут появиться новые виды решения вопросов, да, новый способ решения вопросов. Может появиться очень грамотный специалист, который подскажет, как правильно решить тот или другой вопрос. — Глубоко там над форматом работы этого органа еще не думали, где он, как он может вообще, насколько часто собираться. — В совет Дума не вхожу, поэтому я не могу ответить на этот вопрос. — Вот, например, небезызвестный вам Николай Пихтин, он говорит, можно и не создавать, в общем-то, не собираться где-то в одном месте. Например, в социальных сетях это все можно, группу организовать, и вот там дистанционно писать свои предложения. — Конечно, вполне. — Почему бы нет современных технологий век все-таки? — Надо использовать. — Да. Давайте сделаем небольшую паузу. Реклама у нас сейчас. Это Юрий Шлемензон, это его особое мнение. Депутат Кировской гордумы, главный редактор и генеральный директор телеканала «Ренкиров». Мы очень скоро вернемся. — Особое мнение на 101FM. — Юрий Шлемензон, депутат Кировской гордумы, впервые именно в этом статусе. Сегодня вы в нашей студии, главный редактор и генеральный директор телеканала «Ренкиров». Ну, надо вспомнить, что, будучи депутатом ОЗС и членом общественной палаты Кировской области, Юрий Львович неоднократно нам и другим журналистам помогал разбираться в хитросплетениях антиалкогольного, антитабачного законодательства. — Да, было такое дело. — Да. — Вот хочется обсудить пару вещей, связанных с этим. Ну, во-первых, предложение детского омбудсмена, уполномоченного по защите по правам ребенка в Кировской области Владимира Шибардина о запрете продажи электронных сигарет несовершеннолетним. То есть он выступил с предложением, в ОЗС уже, собственно, подал необходимый пакет документов. — Я считаю, что это очень хорошее и правильное решение. — В общем, приравнять вейпы к обычной табачной продукции. — Хотя я вот сам являюсь курильщиком активным, но... — Но вы не вейпер? — Нет. — Не вейпер? — Да. Но я считаю, что электронные сигареты для несовершеннолетних, конечно, надо запретить. Потому что даже есть целое государство, на территории которых нельзя не ввозить, не использовать. Вот Таиланд ввел в законодатель о том, что ввоз карается, при этом штрафы огромные, вплоть до... — Обычной табачной продукции? — Да, обычной, конечно, обычной. — Да. Вот вейпы и все эти виды электронных сигарет запрещены как запчасти, так и комплектующие к ввозу, но тем более использование на территории страны. А где-то несколько дней назад они еще вынесли решение о том, что на пляжах курить, курение запрещено. — Моцаре. — Да, вот в этой части нехорошо. — В общем, вы рекомендуете ЗАГСобрания все-таки рассмотреть? Это предложение детского моцмена. — Хуже вот, что опять закончился мораторий на Боярышник. Вот на днях. Ну, это, наверное, говорит о том, что... — Подожди, давайте поясним все-таки, о чем идет речь. В связи с трагедией в Иркутске. В массовом отравлении вот этих спиртосодержащих продукций. — На самом деле она была не только в Иркутске, да, и на территории города Кирова. — В конце прошлого года Роспотребнадзор ввел мораторий. Он там неоднократно продлялся. И вот накануне не продлился. Фуфырики эти снова разрешено продавать, получается. — Хотя вот приходилось по обращениям граждан, когда я проводил встречи, о том, что продажа нелегально шла. Мы с полурганами УВД даже успели провести несколько рейдов. — Это на территории вашего округа? — Да, округа, да. — Остро стоит тоже проблема. — Остро стоит, да, это при том, что был мораторий. Сейчас, когда мораторий будет снят, то понятно, что эта процедура опять активно начнется. Опять магазины 20-часового цикла будут, и хостовары различного направления будут использовать эту возможность для продажи. Наверное, совершенно рентабельный бизнес, очень высокая рентабельность, поэтому он и существует. Ну вот, видите, и цены на водку не подняли, не повысили. Дело к марту идет, поэтому, наверное, эту часть населения решили не расстраивать. — Ну а в будущем-то выборы-то пройдут, а проблемы-то нужно решать. — Ну это же можно решать только на федеральном уровне, на местном уровне эти вопросы не решаются. — Ну помните ведь еще бывший губернатор Белых предлагал регионам отдать полномочия по регулированию? — Да, было такое, да. — Разумное предложение, на ваш взгляд? — Конечно. — Чтобы регион сам разбирался. — Вы поймите, что даже в тот период, когда это законодательно было невозможно прекратить, то благодаря тому, что общественность в Думу поработала, «Почта России», которая раньше в месяц продавала 60 тысяч этих самых фуфриков, она прекратила эту продажу по сей день, вроде бы и не идет. А аптеки и другие магазины, а аптеки и другие магазины, их продают. — Почта России, по-моему, подписывала там в свое время. — Ну да, они приняли решение, касалось территории Кировской области, я не знаю про другие области. По крайней мере, с того периода почта перестала продавать. — Ну что, мы бесконечно будем с этим как-то возиться, не зная, с какой стороны подступиться? — Скорее всего, да, пока Государственная Дума не принимает решение. Это будет так и проходить. — Ну давайте начнем с уровня Городской Думы, выходим с предложением на ОЗС. Таких предложений в Государственной Думе уже давно и много, но их не рассматривают. У нас же есть законопроекты, которые 50 лет лежат в Думе, и их не рассматривают. — Вопрос политический. — Я не знаю, политический. Если сделать алкоголь политическим вопросом, можно и так. Но это, во-первых, особый вид алкоголя. Это, не знаю, я думаю, что здесь сильнее работает экономическое лобби. — Экономическое. — Конечно. — Серьезные деньги, в общем-то, крутятся. — Ну да. — Так как потребность была высокая у нас в стране на этот вид напитков. — Давайте еще о городской жизни поговорим и вспомним о вас, как еще и об общественном контролере работы. — Да, мы продолжаем эту работу. — Да, дорожные работы. Ну вот смотрите, 20 октября Киров-Русская, наконец-то, должна быть сдана эта дорога. И вот буквально накануне появились сообщения о том, что там уже новый асфальт. На нем появились неровности. Менькин говорит, что подрядчик устранит все за свой счет. — И там просто вырвают целый... Толщина слоя не выдерживается в отдельных местах. — То, что подрядчик должен укладывать там... — 4 сантиметра, а получается... — А он укладывает 2 или сколько там? — Один. — Один даже бывает. — Ну, проливка битвом там неправильно, неравномерно ведется. То есть вот если кто-то помнит, когда был выезд вместе нашей группы с губернатором, я там сделал снимки, где пустые были места во втором слое. На меня еще набросились сотрудники, исполняющие организации. Вы что-то фотографируете. — Да-да, вы говорили об этом. — В Фейсбуке был. Вот если взять те фотографии, которые выкладывают сегодня, то это не аналоги. То есть были не прочищены форсунки, не заливался битвом. То есть это нарушение, технологические нарушения. Это отсутствие линейного контроля приводит к таким результатам. — И ничего с этим нельзя сделать? — Нет, почему? Если это все контролировать, как положено, это все делается. — То есть если дирекция дорожного хозяйства... — Будет вести постоянно. — Возьмет за горло подрядчика и не даст им рыпаться никуда-нисюда. — То это будет сделано. Вот как сейчас едешь в Казань через Котельнич, по федеральной трассе, не вызывает никаких нареканий. Там даже заплат нет на дороге. Все стоит. — Можно заснуть листами, да? — Ну да. — Отключиться. Шутка, конечно. — Котельнич, Арбажут, уже повезло хорошо. Там через город эта дорога проходит. — Ну вы знаете прекрасно, да, что ваши коллеги, контролеры дорожные, сейчас очень задумались серьезно на тему, а как же давиться того, чтобы после задачи этой дороги и после ее приема, чтобы подрядчик никуда не соскочил, как говорится, да, и выполнял свои гарантии. — Бывает, что они банкротятся и исчезают. — Тема страховая, тема страховая, там большая рассматривается. У вас есть свое видение, да? — Видение-то у меня есть, но это можно делать только на федеральном уровне. Ну, может, и в контрактах можно прописывать, но все дело в том, что если в строительстве даже тоже есть такая технология, да, то сейчас стали банкротиться фирмы-страховщики, и бедные строители не могут найти своего страховщика. — То есть это все уже концы в воду. — Да, вот такая проблема есть. Вот строители об этом году говорили неоднократно об этом. Вот мы страхуемся, исчезает страховщик, банкротится. — Но что-то же все равно нужно делать. — Конечно, что-то нужно делать. Как-то же в мире выходит из этой ситуации. — И дороги есть, и ездить по ней нормально можно. — Да, и самое интересное, что есть дороги даже. — ЧП на перекрестке улиц Мопра и улиц Горбуновой, сотый детский садик там территорию, затопило Горбунова. Улицу Горбуновой отремонтировали. Горадминистрация сказала, что извините, бордюров нет, ливневки нет, поэтому и затопило. Радовались недолго отремонтированные улицы. — Проблема большая, потому что оговорена сумма ремонта квадратного метра дороги, 1261 рубль в этом году была утверждена. И для того, чтобы делать полный комплексный ремонт дороги, цифр не хватает, конечно. Поэтому были вычленены, как вы сами знаете, люки из многих контрактов. Сейчас их фрезеруют, ставят, потому что надо, чтобы они нашлись, эти люки. — За что еще? За городские деньги? — Конечно, за городские. — Это касается тротуаров, бордюров. Ну, вообще тротуары — это большая проблема, но в этом году... На следующий год как бы собираются определенную сумму средств выделять на ремонт тротуаров. Ну, что очень было вот у меня на округе, где сделали впервые за многие годы ремонт, на «Красном химике», на «Красной звезде», сразу вызывало возмущение, отсутствие качественных тротуаров. «Как мы теперь будем ходить?» Когда ходили по разбитой дороге, это не так влияло. «Не, ну все правильно, надо жить нормально, и должны быть и тротуары, и должны быть дороги». Ну вот сразу, как только появились дороги, появился еще острее стал вопрос тротуаров. Ну, мы сами видим, что у нас тротуары мало ремонтируемые в городе. — Я не помню, когда последний раз видел отремонтированные тротуары. — Ну, это понятно, потому что средства не выделялись. У нас площадь дорог и площадь тротуаров отличаются, если я не ошибаюсь, на 14% или на 12% всего лишь. — Да? — Да. — По площади. — По площади, да. Ну, вы представляете, если хоть какие-то средства на ремонт дорог выделялись федералами, то, конечно, что на тротуары тут не помню. Ожидается, что в следующем году... — То есть практически в два раза больше нужно, да? — Да. — Ожидается, что в следующем году будут средства на восстановление, будем говорить. У нас есть много мест, где их просто нет, отсутствует. — Ну и с ремонтом дворов-то у нас тоже выясняется, не все так гладко. — Гладко. По программе формирования комфортной городской среды подрядчики серьезно затягивают. — У меня на округе более-менее с этим вопросом получше, надо сказать. Да, затягивает. Ну, во-первых, там же финансирование особым способом, что расчет будет в 2018 году. — Да, да. — Поэтому очень сильно, я думаю, да. — Таким авансом должны сделать, а получить потом. — Я думаю, что это тоже фактор, который влияет на выполнение работы. — Ну, так или иначе, должны ведь сделать для того, чтобы получить деньги в следующем году. Там уже серьезные планы. Больше сотни дворов, да, если не ошибаюсь, уже в следующем году запланированы. — Ну, зато практически все улицы, которые писали граждане необходимости, нуждающиеся в ремонте, попадают в ремонт в следующий год. — По той же самой программе «Безопасные и качественные дороги» список уже анонсировано, да, и сумма тоже анонсирована. Какая-то вот очень странная новость еще, Юрий Иванович, появилась вчера-позавчера. Это касается зимней уборки нашего города. 30 октября должен определиться подрядчик по вывозу снега, 30 октября. А вы помните, у нас зима в середине октября может начаться, неизвестно, что будет через два дня. — Ну, сроки... — Может, сугробы уже будут. — Ну, это редко, когда уж бывало. — И 10 миллионов рублей. Всего лишь 10 миллионов рублей будет выделено. Минимальная сумма контракта, я имею в виду. Что это происходит? Может быть, это деньги, запланированные на этот год? — Ну, конечно, на этот год. — Да, конечно, на этот год. — То есть в новом году будет другая сумма, и бюджета следующего года. — Понятно, да. — Нет, самая большая проблема в чем. На существующих площадках для вывоза снега полное отсутствие контроля за объемами. — Сколько туда завезено? — Да. — Поэтому сказать, сколько в прошлом году реально завезли. Снега никто не сможет. — Ну, тогдашний начальник управления благоустройства и транспорта Вячеслав Семаков говорил про 350 тысяч кубов снега. — Ну, я думаю, что в реале это, значит, 180-170. Как говорят специалисты, не мои слова. Как говорят специалисты. Ну, вот такая ситуация. То есть контроля нет в этом вопросе. Поэтому все на эмпирических цифрах идет разговор. Ну, говорю, и вообще по схеме самой уборки города тоже есть вопросы от снега. Что существуют различные технологии. Там приводится, в пример, снежная Финляндия. Где в первых три часа на оборудованных центральных площадях весь снег сгребается. На площади, ну, там, на участке свободной в городе, в городской черте. А потом уже с этих площадей в течение 24 часов происходит вывозка снега. Поэтому город после окончания снегопада освобождается за несколько часов. А мы знаем, что у нас пошел снегопад, ждут вечера, и ночью начинается работа. — Как в известной шутке, на призыв автоинспекторов не выезжать в снежную пургу на улице, откликнулись только дороги. — Ну, вот есть такая же проблема, мы ее все знаем, и к ней почему-то никто не приступает. О том, что автомобили высокой тоннажности у нас просто стоят на улицах города круглосуточно, месяцами. Это не дает возможности проводить качественную уборку города, да. Это снижает пропускную способность улиц значительно. Решение вопроса не самое сложное. Организовать за чертой города большой паркинг и законодательно запретить стоянку автомобиля на улицах города. — Масса от стольких-то тонн. — Да, ну там от шести этих. Ведь вы бываете, когда в других таких же цивилизованных странах... — А чтобы эвакуировать у нас наших улиц, у нас такой техники нет? — Сделано, что ее нет. На самом деле она все равно существует. Вот и весь вопрос. — Вот так время-то незаметно наше истекло, Юрий Львович. Юрий Лемензон, депутат Кировской гордумы, главный редактор и генеральный директор телеканала «Рэнкиров». Его особое мнение, ваше особое мнение, что удачи в вашем депутатском труде. — Я думаю, что когда будет работать Дума, будет больше интересных вопросов, я смогу рассказать. — Пока не работает Дума. — Нет, она в работе ведется, но еще не в той стадии, когда можно об этом рассказать. — В общем, период активности наивысшей Думы впереди нашей городской. — Я думаю, что да. Ну, скоро же бюджет. Вот уже ставится вопрос, почему нам не предъявляют вариант бюджета. — А вы депутаты уже ходите, спрашиваете, да, где проект бюджета? — Со слуха, что ли, мы будем принимать голосование? Ну, собираются общественные слушания 20-го числа, но с бюджетом же надо поработать. — Конечно. — Перед тем, как идти на общественные слушания, на комитетах рассматривать. — Удачи, всего доброго, спасибо. — Спасибо всем. — До свидания. — До свидания. — Особое мнение на 101FM